Девушки отдыхают Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодняшний разговор мы решили вновь посвятить теме глобализации. И для разговора в студию мы пригласили православного публициста и общественного деятеля Олега Васильевича Щербанюка. Здравствуйте, Олег Васильевич! Здравствуйте! Самый серьезный, наверное, вопрос, который задает себе каждый человек, задумывающийся над этой проблемой. Какова же природа воин мировых? Почему гибнут люди? Почему происходит насилие? И совершенно очевидно, что каждый, когда ему зададут вопрос, стремится ли человечество к миру и благополучию, скажет «да». Никто не скажет, что человечество стремится к тотальному насилию. И тем не менее, история человечества наполнена кровью. Идет совершенно жуткая дележка ресурсов, дележка сфер влияния. Вот что нам-то, России, делать в этой ситуации? Война появляется тогда, когда те образы, которые враг рода человеческого нарисовал одной из сторон, либо обеим сторонам, не соответствуют той действительности, которая соответствует духовному уровню народа в данный момент, или тем целям, которые народ перед собой ставит. Это война, это духовный разлад, который произошел с одним из народов. Мы с вами начинали с того, что враг рода человеческого обольщает картинками. Война появляется в результате того, когда перед кем-то нарисовали нереальные картинки, и народ в это поверил. Ну, вспомним нацистскую Германию. Какую картинку нарисовали? Всемирного владычества тысячелетнего рейха, превосшествия немецкого народа над всеми остальными. Так было? Так. Реализовалось это в жизни? Да, реализовалось. Закончилась трагедией. Потому что эта картинка ложная. Вот природу войны можно объяснить и вот с такой точки зрения. Бесспорно, миром управляет Господь, и война попускается тогда, когда пришло время человечеству вкусить от тех плодов, которые человечество созиждит. Война – это результат локальных глобализаций. А вот когда враг рода человеческого уже научился сделать из этого правильные выводы и изменил методы обольщения, тогда он выступает против войны. То есть война не уходит, война не меняется, война существует 7500 лет. Это война зла против добра. Это дьявол, воюющий против Бога. Меняя картинки, меняя обстоятельства, эта война то выплескивается в наш мир и становится конкретным, реальным кровопролитием. Либо она прячется за некие удобные формы и символы. Это все равно война. Глобализация – это форма войны. Война, которая ведется сейчас против России, она гибридная. Объявили санкции. Санкции – это экономическая война. А то, что мы видим, в мире происходит там война в горячей стадии, там вот бомбы где-то рвутся, там происходит революция. Это тоже форма войны. Война была, есть и будет до тех пор, пока люди будут пытаться строить мир далекий от того, о чем задумал Творец, создавая мир. Мы знаем, что три столетия после возникновения христианства были жесточайшие гонения на пространстве всей Римской империи. Прекратились ли гонения сейчас или они приобрели какую-то иную форму? Гонение – это опять же форма войны. Война идет зла против добра. Первые три столетия гордый враг рода человеческого, который потерпел колоссальное поражение от Христа, а побежден был смирением Христовым на кресте, смирился Господь. Богочеловек смирился до смерти. И вот в злобе своей три столетия он терзал, пытался растерзать, но он понял, что он бессилен. Через три столетия он расписался в бессилии, но извлек опыт. Это одна из голов дракона, о котором мы с вами говорим. Это опыт борьбы против человека, против Церкви Христовой, против богоустановленного устройства мира. Это один из опытов. Дальше он начал менять этот опыт и трансформировать его. На данный момент гонения на Церковь существуют, но только уже в другой форме. Это форма обольщения, это проникновение ложных учений, это проникновение сектантских, языческих учений в наш мир. Это попытка трансформировать сознание человека средствами массовой информации, вдалбливания и так далее и тому подобное. Можно говорить о том, что идет гонение именно на истину Божию? Безусловно. Мы видим, что идет война против человека, точнее идет попытка порабощения его свободной воли, даже вот так я бы сказал. Что же делать людям, что делать обществу, что делать России? В первую очередь мы должны понимать, как работает эта система. Нам нужно четкое понимание причинно-следственной взаимосвязи. Когда враг рода человеческого над нами получает власть. А он получает власть над человеком или над народом или над обществом только в силу того, насколько человек грешит. Грех это осознанный или неосознанный выбор в сторону зла. В этом случае, в первую очередь, человечеству надо что? Покаяться. То есть путь покаяния это единственный путь, который позволяет уберечь как личность, так народ, так и страну от сползания в хаос войны, крови, уничтожения. Пример с ниневитянами. Ниневия покаялась и народ был сохранен. Пример с нашими предками, когда поляки пришли на Русь. Вспомним тогда патриарх Ио Гермоген, они провели молебные покаяния, в которых разрешили народ от греха его. Разрешение от греха позволило обрести те духовные силы, которые дали возможность ополчению Минина и Пожарского противостать. В безнадежной ситуации ведь они подняли народное движение за освобождение и не победили. Опять же, все идет от источника. 1943 год. Выбирают патриарха. Немец стоит у ворот Москвы, а главнокомандующий занимается выборами патриарха. Где логика, спрашивается? Главнокомандующий понимает, что духовные причины лежат в основе всей человеческой истории. И если мы видим ущербность какую-то духовную, это срочно надо исправлять. Исправление греховной ущербности даст людям возможность видеть и слышать и понимать правду. Они смогут слышать слово. Слово различит ложь и истину. Вот такой механизм, такая взаимопоследовательность существует в мире. Она позволит и России, и любому другому народу, который будет искать истину. Первое, что надо, это захотеть ее найти. Захотеть жить. Помните, как сказал Спаситель? Выберите жизнь. Это в Ветхом Завете сказано, пророческие слова о грядущем Мессии. Выберите жизнь. Вот если попытаться убрать вот эту завесу смыслов, источников глобализационных процессов и посмотреть на вопрос с прагматичной точки зрения, что же все-таки за этим стоит? За этим стоит, опять же, желание получить души человеческой в другом роде человеческого. То есть сатана хочет получить все души. Соответственно, он соблазнил огромное количество людей, которые, движимы идеей получения прибыли, строят гильотину сами для себя. Просто если мы создадим общество, которое состоит из людей, которые умеют дело поставить так, чтобы получать прибыль, извините, кто будет работать? Вот тут большой вопрос. Небольшая группа людей, которые действительно будут получать прибыль, она выкористрируется в результате строительства. Но все остальные окажутся в жесточайшем рабстве вот этой маленькой группы людей. И вот эти все остальные, они как раз и строят, они и служат этой системе. То есть глобализация, опять же, это гильотина. Она отрубит в конце голову. Священное Писание отвечает на этот вопрос пришествием Антихриста. В мир придет Антихрист, придет тот человек, который будет отвечать чаяниям всего мира, всем мотивациям мира он будет отвечать. Это конец истории, о котором нам повисует Священное Писание, и мы уже приближаемся к исполнению. Мы видим много аспектов, много факторов, которые нас к этому приближают. Ну, это и вопросы идентификации, попытки многократные присвоения цифровых имен людям, подвидим разных кодов, разных там социальных, налоговых, каких хотите, в разных странах по-разному. Это и вопросы, связанные с обработкой персональных данных, тотальное согласие, которому во многих странах принуждают, уже принуждают. Пусть в России еще не принуждают к этому тотально, но есть страны, пусть в Украине, там просто принуждают к этому. Ну, а дальше, соответственно, это вопросы электронных документов, электронной идентификации и так далее. Это элементы все. Я вам называю те элементы, при помощи которых добиваются того, чтобы построить систему управления и манипулирования людьми. И это новая система, это новый мировой порядок. Есть ли какой-то позитив, есть ли какой-то выход? В мире присутствует Господь. И когда мы с самого начала с вами говорили, то я говорил, что весь мир после грехопадения разделился. То есть всегда есть вторая сторона. Мы говорили о одной, которая является строительством глобальной системы, но есть и другая, которая сопротивляется. И вот в наше время мы видим олицетворение сопротивляющейся стороны в политике, которую проводит российское государство. Возможно, не полностью, не во всех сферах, возможно. Но та тенденция, которая наметилась в последнее время, она имеет четко выраженный антиглобализационный вектор. Россия в определенный момент своего времени перестала выполнять все те запросы, которые диктуют Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки являются основным продвиженцем. То есть если идею глобализации надо, скажем, грубо говоря, впарить всем, то Америка этим занимается. Методом силы она этим не брезгует. Ни убийствами, ни войнами, ни переворотами. Ничем не брезгует. Я предлагаю сейчас послушать мнение эксперта, а затем вернемся к нашему разговору. Видите сейчас, что такое глобализация по-американски? Это сатанизм. Как только, посмотрите, Ливия, цветущая страна была, жемчужина Африки, теперь что? Руины крови и страдания. Сербию. Посмотрите, что только делать. Ирак. Афганистан, и что только куда не прикоснётся, теперь лезет всюду. Это идея, идея дикого силового господства. С насилием чем? Культурным. Я помню, в Индии подходили и говорили с ненавистью к Америке. Они уничтожают нашу культуру. Они уничтожают нашу нацию. Они уничтожают всё национальное. Всё должно под гребёнку только так, как говорит Америка. Вот, к сожалению, что такое глобализация в настоящее время. Она идёт откуда? Из этого адского источника. Постоянный диктат силы, постоянный диктат лжи, причём совершенно, знаете, для того, чтобы поверить в ложь, она должна быть чудовищной. Вот так и сейчас происходит. То есть, когда мы говорим о добрососедских отношениях, надо понимать, что человек должен заниматься внутренними делами, а не пытаться переделать соседа. Пусть он был богатым, сделать его нищим. То есть, сделать таким, как я его хочу видеть, этого соседа. То есть, когда мы видим, что каждый у себя занимается своими внутренними делами, преображает свою страну, то мы будем иметь добрососедские отношения. Это то, что сейчас делает Россия. То есть, она пытается свою страну привести к определённым стандартам, возврат к определённым духовно-нравственным ценностям на уровне государственной политики, Возврат к своей истории. Вот это пытается сделать Россия. Весь мир на заповедь – шаблон демократии. Той демократии, которая передается воздушно-бомбовым путем. И Святая Церковь ведь тоже учит тому, что спасение человека, оно находится внутри. То есть Царство Небесное внутри вас есть. Внутренняя работа над собой. Покаяние над собой, не ближнего. Вот это путь спасения. Так спасается человек. Аналогичное государство. Россия не стала империей путем завоеваний. С другой стороны, другие империи, которые строились в мире, они строились силой. Попыткой переделать соседа под тот клише, под тот шаблон, который понимает владелец. Это сила, насилие, это глобализация. Олег Васильевич, ну как же вот здесь добрососедство, если Америка потребляет 40% всего производимого в мире и хочет потреблять еще больше? Когда, скажем так, рассмотрим наш социум-планету как организм, то в этом организме тот, кто потребляет ненасытно, является тем паразитом, от которого может погибнуть весь организм. А чтобы это потреблять и другим это казалось благом, надо изменить сознание. Или надо изменить духовный базис. Или надо всех переформатировать под такой формат, который позволяет мне есть, а ему в это время радоваться голодному, что я ем. Вот называется демократия. Каковы технологии захвата, например, сырьевых ареалов и превращения других стран в сырьевые придатки? Я расскажу, как из страны А сделать сырьевой придаток без единого выстрела. Но для этого нужен подкуп чиновников высокого ранга. Соединенные Штаты Америки из страны А выпускают одну и тот же тип продукции, например, автомобили. Но у Соединенных Штатов они лучше. Но если пройдет пять лет, то появится конкурент. Страна А научится выпускать автомобили. Чтобы этого не допустить, что делает правительство Соединенных Штатов? Оно в стране А, по договоренности с прессом, выдает огромные денежные кредиты. На развитие, которые должны обязательно попасть в потребительскую сферу. Людям на руки. Это иностранная валюта. За эту иностранную валюту люди купят товар лучшего качества. А у государства образуется долг. И производитель автомобиля останется просто без рынка. Потому что на рынок смогут войти лучшие автомобили. Понимаете? В результате обанкротится автопроизводитель. У государства появится долг. Люди потеряют работу и средства к существованию. Дальше у государства один-единственный выбор. Они придут и скажут, а что нам дальше делать? Ну и Соединенные Штаты, конечно же, начнут им подсказывать. Они говорят, у нас есть рецепт, как выйти вам из этой ситуации. Международный валютный фонд вам даст кредит для перекредитования. Но чтобы вам как-то рассчитываться, вы можете продать вот это нам по вот этой цене, вот это по вот этой цене, вот это по вот этой цене и вот этой. А если вы не хотите, тогда вы банкрот, и у вас будет революция, свержение власти. Понимаете, вот этот механизм на протяжении столетий наделал массу стран, которые стали серверными придатками. Когда после развала Советского Союза Украина имела свою достаточную экономику, сравнительно достаточно, съели первую конфетку. Хотите по-европейски жить, вам надо покупать европейские товары, для этого нужны американские деньги. Зашли американские деньги, зашли американские товары, умер свой производитель и дальше пошел рост долгов. Долги выросли до такого уровня, когда появилась, возможно, прямой манипуляции руководством страны и вмешательство прямого, наглого, циничного вмешательства внутрь жизни государства. Вот это мы видим сейчас на примере Украины. Для простого обывателя глобализация преподается как некое благо, которое сулит хорошую, комфортную, здоровую жизнь. Так ли это на самом деле? Да, она сулит хорошую, комфортную жизнь для узкого круга элиты, которая занимается строительством этой системы. Для остальных она сулит потерю рабочих мест. Для остальных она сулит конкуренцию в тех сферах, в которых выжить и победить практически невозможно, с более сильными и развитыми странами. Оно сулит полную зависимость от внешних источников финансирования и существования. Хорошо, Россия, имея ресурсы, достаточные ресурсы, пока может балансировать и вести самостоятельную политику. Но вы видите, как мир пытается вот эту сырьевую базу выбить из-под ног России. Тот же сирийский конфликт. Это же попытка понизить цену на газ и нефть. Это же абсолютно очевидно. Для чего? Для того, чтобы подорвать экономическую силу России. Подрыв экономики приведет к тому, что напрямую смогут влиять на политику. Влияние на политику ухудшит жизнь до просто катастрофических размеров. Украина. Посмотрите, что произошло с Украиной. Ведь жизненный уровень упал в 3-4 раза на данный момент. Жизненный уровень людей упал и падает стремительно вниз. Вот сейчас, когда все уже идет вниз, это наглядно. Обещания заменяют обещания. Понимаете, комфорт заменяет комфорт. Но это комфорт только в ушах. Его слышно. Но чем дальше мы к этому комфорту идем, тем больше этот комфорт становится тепло-холодом, сытость-голодом, деньги безденежьем, а перспективы безвыходностью. Это и есть образ мира того или то, что враг рода человеческого дает картинки одни, а сущность другую. Благими намерениями устелена дорога в ад. Прежде стяжите Царство Небесное. Остальное приложится вам. Вот если мы верим в Господу, если мы начнем совершенствоваться духовно, остальное материально Господь приложит, точно приложит. Он еще никогда ни разу не обманул. Враг рода человеческого обманывает постоянно. Обещает и обманывает. Вот все то, что человек отрывает от русской традиции, от православной традиции, вот всех сферах, вот это и есть как раз проявление глобализации и вреднодействия. То, что я вам назвал, это можно назвать одним словом лом. Лом, при помощи которого пытаются выдрать корни, которые нас связывают с нашим народом. Потому что одно из проявлений глобализации, как мультикультурность, мультинародность, у человека не должно быть истории, стереть истории. Это задача глобалистов. Они хотят создать человека без родины, без флага. Он должен забыть свою историю. Или лишнюю придуманную историю. Ну и религия, естественно. Они стремятся, чтобы мы забыли свою религию, чтобы мы забыли Бога. Святейший Патриарх недавно выступал с очень серьезной обеспокоенностью именно по поводу процессов унификации, в том числе и в религиозной сфере. И действительно, эта проблема очень многих волнует. Вот как, на ваш взгляд, реагирует общественное сознание? Безусловно, на такие процессы не может церковь не реагировать. Она реагирует на происходящие процессы и высказывает свою озабоченность и обеспокоенность тем, что процессы, которые происходят сейчас, имеют типологическое сходство с тем, что написано в Откровении апостола и евангелиста Иоанна Богослова или с апокалипсисом. Мы с вами живем в период, когда происходящие события носят апокалиптический оттенок. Вот об этом церковь предупреждает. Российские власти на данный момент во многом адекватно реагируют на вызовы глобализации, не позволяя ей проникнуть в душу народа. О том, что пытаются выдрать историю с корнями. Ну вот Украина – это наглядный пример. Вот выдрали историю целого поколения. Люди выросли, и они вообще не ориентируются в тех событиях, которые происходили 20, 30, 40, 50 лет назад. Это же страшно. Люди поднимают знамена, под которыми погибали их деды. Идут защищать того, кто убивал их бабушек и дедушек. Вот это страшно. Действительно это страшно. Да, бесспорно. Это результат глобализации. То же самое, как неоязычество тоже. Это форма достижения глобализационных целей. В том сегменте, который вырывает корни. Вырывает подменой. Ну, чтобы не больно было. А то как бы вырвешь, скажешь, ну что-то не хватает. Так вот мы тебе же залепим вот здесь уже. Типа корень. Понимаете? Бутафорная история. Или история от Задорного. Вот есть у нас такой юморист Задорнов. Вот он создавил свою историю. Он хороший юморист. У него очень смешная получилась история. Очень задорная. Но, к сожалению, в эту историю люди верят. Они же не понимают, что он просто юморист. Он шутит. Не было никаких языческих цивилизаций. Не было никаких тартарий. Всего этого не было. Это парень с богатой фантазией, который может придумать такое, что по форме красиво, а по сути является просто диверсией против нашей истории, нашего народа. От всей души искренне благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам на программу. Желаю помощи Божьей вам в ваших трудах. Спасибо, Господи. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Олег Васильевич Щербанюк, православный публицист и общественный деятель. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин